В посёлке Салахаул можно посетить сразу два экскурсионных объекта. Первым гостей встретит мужской монастырь «Крестовая пустынь». Святыня известна целебными свойствами источника, названного в честь великомученика и целителя Пантелеймона. Второй объект – чайные плантации. Посетив усадьбу Еду Кошмана, туристы могут узнать интересные факты о развитии чаеводства, познакомиться с предметами старинного быта и ремесла, а также узнать, как на одном чайном кусте могут расти сразу два сорта – чёрный и зелёный. «Могут подойти чай сорвать, попробовать свежий листок чайный, узнать. Даже некоторые не знают, что чёрный и зелёный растёт на одном кусту. Удивляются. Мы им интересный рассказ рассказываем. Вплоть всё можем рассказать про чай». Больше века назад Иуда Антонович Кошман высадил здесь чайную плантацию, которая сейчас является сердцем краснодарского чая. В августе ей исполнится 112 лет. Многие экспонаты, представленные в доме музея, переданы родственниками Кошмана. Некоторые принесли местные жители. Этот объект ежемесячно посещают по три-четыре экскурсионные группы. В Салахаул отдыхающие едут не только за впечатлениями, но и подышать свежим воздухом. Анна Герасимова со своей дочкой приехали на курорт впервые. Это первая экскурсия. Впереди посещение водопадов, ущелья и горных каньонов. Но красота природы уже оценена по достоинству. «Нам понравились здесь пчёлы, особенно как за ними ухаживают. Много улиц. Деткам моим понравилось. Цветочки всякие разные, деревья. Вообще стоит приехать посмотреть, послушать. Интересно». Сёстры Сумбаевы также впервые посетили Олимпийскую столицу. И дело вовсе не в том, что здесь пройдут главные спортивные игры, говорят отдыхающие. Сочи уже давно зарекомендовал себя как зелёный уголок Краснодарского края, где в гармонии сочетаются высокогорье и тёплое море. Так же, как ароматный чай с каштановым мёдом и блинами. «Всем благодарны очень экскурсоводам, организаторам. Много впечатлений и удовольствия, конечно. И в памяти останется надолго поездка эта наша. Ну, море, море, конечно. Тёплое, чёрное. Замечательно». В организации туризма главным всегда остаётся вопрос безопасности. Для того, чтобы отдых был комфортным, каждый туристический маршрут регулярно проверяют. А доставку туристов осуществляют только официальные экскурсионные перевозчики. Кроме того, ежегодно реконструируются и открываются новые объекты. «В этом году у нас введены в эксплуатацию всем туристических маршрутов, пеших маршрутов, которые были, существовали в своё время, в советское время существовали. Сейчас мы их возобновили. Конечно же, большинство пользуются популярностью в основном так называемые вечерние программы. Вот именно в каких-то этнографических комплексах, где происходят различные дегустации, вина, мёда и показ концертной программы». В этом году был возрождён летний театр, а в августе завершится капитальный ремонт здания известной сочинской водолечебницы Мацесты. Так что Олимпийская столица готова к конкуренции со многими мировыми курортами.